Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. По распоряжениям президента России Владимира Путина, во всех субъектах России началась массовая вакцинация. Накануне полпред Юрий Чайко провел совещание, на котором обсудили, как идет этот процесс в Серо-Кавказском федеральном округе. В Крачево-Черкесии создано 13 пунктов вакцинации на базе всех медицинских организаций первичного звена, а сформированы мобильные бригады. Уже провакцинированы более тысячи человек. В первом квартале Крачево-Черкесия получит свыше 15 тысяч доз вакцины. Далее эти объемы будут увеличиваться, сказал глава республики Рашид Тимрезов. И вести из Оперштаба. Сегодня в Крачево-Черкесии выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 17 297 человек. Из них 15 592 выздоровели, 720 человек госпитализированы. В Крачево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше до 5 февраля, исключая выходные дни. Соответствующие поправки внес Рашид Тимрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Крачево-Черкесии коронавирусной инфекции. Попав в организм, он находит в нем самые уязвимые места. Будут те заболевания, которые долго не давали себе знать. Серьезную угрозу здоровью новый вирус представляет для людей в возрасте, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Опираясь на опыт лечения пациентов, врачи утверждают, что коронавирусная инфекция пагубно влияет на различные системы организма, поражается дыхательная, страдает и сердечно-сосудистая система. И в этом случае курс реабилитации просто необходим. Как он проходит, узнавала наш корреспондент Александр Коваленко в лечебно-реабилитационном центре. Высокая температура, кашель, потеря обоняния. Когда у Миры Охтовой появились все эти симптомы, то уже и результат КТ был неутешительным. 50% поражения легких. На лечение пневмонии в госпитале потребовалось 20 дней. Но когда болезнь отступила, и казалось бы, что все позади, у женщины стало подниматься артериальное давление до критических цифр. Возникшая легочная проблема, усилившая нагрузку на сердце для женщины, обернулась гипертензией. Ведь коронавирус опасен тем, что он поражает мышцу сердца, вызывая различные патологии, такие как миокардит, нарушение сердечного ритма и не только. Сегодня с патологией сердечно-сосудистой системы в этом отделении лечение получает 38 пациентов, перенесших ковид в средней и тяжелой форме. По решению терапевта, Мира Охтова была направлена в реабилитационный центр. Сегодня все показатели крови, АД, УЗИ и других исследований в норме, рассказывает нам лечащий врач Любава Щеголева. А сама пациентка не перестает повторять слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь. Там девчата, вот честно, их тут рядом нету, но как они за нами бегали, ухаживали, это такой адский труд, никому не желаю туда попадать. Здесь девчата тоже все, что могут и не могут, все стараются для нас сделать. УЗИ, не УЗИ, все процедуры, все лекарства, вот мы ничего не покупаем, все. И не столько, наверное, лекарства, вот сколько внимания самих девочек, врачей. Они зайдут, улыбаются, спрашивают, и нам уже на душе легче, и они у нас уже вылечили. Утренний обход реабилитационного отделения начинается с опроса пациентов, измерения сатурации, жалоб на самочувствие и корректировки лечения при необходимости. Здесь пациенты проходят все необходимое обследование. УЗИ плевральных полостей, это практически мы всем стараемся, которые перенесли ковид, чтобы посмотреть, что там, спаечный процесс, насколько выражен. Общие клинические анализы мы смотрим, это и кровь, и мочу, и анализ биохимии крови смотрим, когулограмму обязательно смотрим, потому что препараты, на которых они выписываются, они серьезно могут влиять на показатели крови. Опять-таки, насколько выражен воспалительный процесс, как он сохраняется еще в организме. И по показаниям мы смотрим, в большей части мы смотрим УЗИ сердца, по показаниям мы смотрим УЗИ почек. Дальше, ну, ЭКГ, это 100% обязательно в случаях мы делаем. А дальше все по показаниям. Надо, мы проверяем и щитовидную железу, надо, мы и с неврологами там консультируемся, там делаем сосуды головного мозга. Это все уже дальше индивидуально по показаниям. Сегодня Андрей Колпаков на стадии завершения курса реабилитации после перенесенного ковида. Дышать и разговаривать теперь можно без одышки. Делится с нами этой радостью пациент. Сейчас на реабилитации нас поднимают еще лучше. То, когда разговаривать, разговаривали, аж одышка была. А сейчас проходишь 5000 метров по коридору туда-обратно, без одышки, без ничего. И давление вроде не сильно большое. И пульс до 110 доходит. Я думаю, это при нагрузке такое-то не сильно большое. Мы поинтересовались, а как можно попасть на реабилитационное лечение. Проблем сейчас с направлением нет. Тем более, что они сейчас отправляют пакет документов на электронную почту. То есть даже больным не надо никуда дополнительно суетиться, ходить. Отправляют пакет документов на нашу электронную почту. Их уже распределяют по диагнозам по нашим отделениям. И мы сообщаем по телефонам, которые там указаны, мы сообщаем на когда дату госпитализации. Восстановление после перенесенного ковида длится от 3 до 4 месяцев. Поэтому необходимо строго выполнять все рекомендации врача и не пренебрегать дыхательной гимнастикой. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Указом главы Рашида Тимрезова, министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко назначен вице-премьером правительства. Одновременно он остается и министром строительства и ЖКХ республики. Евгений Гордиенко давно работает в команде правительства. Досконально знает проблемы, связанные со строительством жилищно-коммунальным хозяйством. Часто выезжает на места, встречается с людьми. Считаю, что его многолетний опыт работы в отрасли и стремление вникать в суть вопроса – отличные качества для вице-премьера. Совмещение должности вице-премьера и министра строительства и ЖКХ позволит ему более комплексно подходить, как к развитию отрасли в целом, отметил Рашид Тимрезов. МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. Ожидается порывистый ветер, осадки и гололед. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие, днём умеренные осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду, в горах порывы до 20, местами до 25. Температура ночи минус 2, плюс 3, днём 1,6, выше нуля, местами до плюс 12. Ветер южный 5-10 метров в секунду, температура ночи 0, плюс 2, днём 9,11, выше нуля. Фейерверк новогодних скидок продолжается до 40% на всё. Куртка в подарок «Ветские меха». ТЦ «Панорама», первый этаж, город Черкесск. Всё, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Сегодня 77-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Невозможно без слёз и содрогания вспоминать о событиях, которые стали победной героической и трагической страницей истории советского народа. Ленинград – единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900 дней окружения. Жители пережили всё – холод и голод, бомбёжки, отчаяния и мужественно отстояли северную столицу. В преддверии столь исторической даты отметила 80-летний юбилей жительница блокадного Ленинграда Инесса Васильевна Найманова. Юной девушкой она попала в Черкесск, вышла замуж и осталась здесь жить. Инесса Найманова полюбила Карачао-Черкесию, но о родном Ленинграде никогда не забывает. Историю своей блокадной семьи хранит в фотоальбоме. Когда немцы взяли город в кольцо, она была тогда ещё маленьким ребёнком. О тех страшных событиях девочки Инессе рассказали родные. И сейчас Инесса Васильевна в свои 80 лет всё помнит. И главное, не забывает она и о маленьком кусочке чёрного хлеба, который спас многих ленинградцев от гибели. Люди помогали друг другу во время блокады. Очень. И все так говорят, что помогали. Так и выживали. А мама рассказывала, что 125 граммов кусочек хлеба на целый день. Говорит, хочется сразу съесть. Но нет, лижем, лижем, лижем. Нету хлеба, а голод остался. Самое тяжёлое, говорит, блокаду, было голод и холод. В канун 77-летия снятия блокады Ленинграда съёмочная группа телеканала Санкт-Петербург прибыла в Карачаево-Черкесию. Наши коллеги и телевизионщики готовят многосерийный документальный фильм, повествующий о судьбе сотен тысяч эвакуированных детей. Из осаждённого города на Неве Ахмат Халкетчев продолжит. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Только в регион Кавказа было эвакуировано до нескольких миллионов человек, большинство из которых дети. Сотни тысяч человек приняла и Карачаева-Черкесия. Не только люди, но и земля нашего края до сих пор помнит и хранит множество историй, связанных с блокадой Ленинграда. Именно о них и хотят рассказать современным петербуржцам авторы фильма. Свою работу съёмочная группа начала с Аула Беслиней. Жители этого небольшого населённого пункта приютили в своих семьях свыше трёх десятков эвакуированных из Ленинграда детей. Повык милосердия составит в том, что местные жители нашли в себе силы и решительность взять на себя ответственность в то время, когда у них не было возможности и своих детей накормить досыта. История Беслинея, Аула Беслиней, она произвела впечатление. Но возможно, потому что об этой истории уже очень много говорят и очень много деталей про неё есть, и очень много подробностей. Но я очень уверен, что у многих жителей и других Аулов, и других народов на территории Карачаева-Черкесской республики есть не менее интересные с точки зрения журналиста, не менее душесчипательные, трепетные истории спасения людей в годы войны. Идея фильма принадлежит заслуженному журналисту Карачаевой-Черкесии Александру Малькевичу, который недавно возглавил муниципальный телеканал «Санкт-Петербург». Огромное количество детей эвакуировали на территорию тогда ещё Карачаевской автономной области. По некоторым данным число могло достигать до сотен тысяч. В Карачаевске съёмочная группа пообщалась с доктором исторических наук Аскербей Кучиевым, который рассказал о том, какая ещё опасность ждала людей, приютивших у себя ленинградских детей. В указаниях было самого Гитлера относиться к авказским народам лояльно. Если они по голоду восстанут, нам будет очень горячо там. Там была дана такая инструкция, как и везде беспошадно расправлялись. С коммунистами, партийно-советским активом и евреями. А ещё Аскербей Дагирович поведал о личных примерах самоотверженности местных жителей, подвергших смертельной опасности не только себя, но и своей семьи во имя спасения людей. Ведь если фашистам удавалось обнаружить скрываемого в семье еврея, даже если это ребёнок, они уничтожали всю семью. Телевизионщиков впечатлили истории пастуха Хусия Лайпанова и жительницы аула Каменомос Баладжан Албаутовой. Осенью 42-го Хусей Лайпанов обнаружил в горах детей, скрывавшихся от фашистов. С ними была директор детского дома Тиберды Анна Одинцова. Лайпанов перевёл через горы в Грузию первую группу детей. А когда вернулся за остальными и Одинцовой, все они были уже расстреляны. И пастуха фашисты тоже убили. Полна трагизма и история Баладжан Албаутовой, спасшая пятимесячную девочку от фашистской расправы, выдав её за свою дочь. Она спасла, она понимала, что она же выхватывает ребёнка, что немцы могут подумать и понять, они же тоже не дураки. Понять могут, что она пытается спасти, и она рисковала собственной жизнью, чем спасла этого ребёнка пятимесячного грудного. Планируется четырёхсерийный фильм, который выйдет в эфир в сентябре на телеканале «Санкт-Петербург». Юрий Щербаков пообещал передать зрителю все тонкие эмоциональные моменты истории, о которых он узнал в Карачаево-Черкесии. Надеюсь, эта история тоже получит свою многолетнюю историю, получит своё многолетнее продолжение. И из неё вырастут какие-то масштабные проекты, которые будут работать во благо единства нашей страны, во благо единства наших народов, дружбы народов. И межнационального, межконфессионального согласия, взаимодействия. В завершении съёмочная группа посетила мемориал в Тиберде, где во время оккупации фашистские изверги массово расстреливали детей из иверейских семей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Этот мемориал установлен на братской могиле, которую показали местные жители после возвращения из Средней Азии. Именно они стали невольными свидетелями изверств фашистских оккупантов. Ахмад Халкищев, Рашид Токов, Вести Карачаево, Черкезия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова